Всем привет! У меня сегодня такой день разгрузочный, соответственно, новый влог. Я решила съездить по делам. Сегодня суббота, 5 декабря. Всё тот же день, когда мы с Даней подали заявление. Даня осталась дома снимать YouTube, TikTok. Я решила съездить по делам. Сейчас я отвезла свои ювелирные украшения на запайку. У меня три цепочки серебряных порвались, на которых я носила крестик. Они такие тоненькие, красивенькие, и я хочу, чтобы мне их запаяли. И одну серёжку тоже. 150 рублей цепочку спаять. Вообще классно, тут сточики есть. Ой, короче, счастливо. Сейчас я поеду в Ленту в июнь. Там погляжу новогодние всякие штуки, дрюки. А как-нибудь потом мы съездим с мамой и купим ёлку. Но пока я просто посмотрю, заряжусь новогодним настроением. Возможно, куплю какие-то уже подарочки к Новому году. Какую-нибудь, не знаю, коробочке, возможно. Ну, в общем, поехала заряжаться новогодним настроением. Так что будьте со мной. Вот это у нас такой торговый центр «Июнь». Там уже, смотрите, поставили ёлочку. Я вон там оставила машину. Так что пойдёмте гулять. Мама разбила телефон. Я её сейчас буду стекло менять. Правда, защитная. Такой большой кран тут для ввода услуг. Поклеить стекло стоило 1169 рублей. Ну, точнее, само стекло стоило что-то 700 с чем-то. И, короче, вот, да. И работа 133 рубля. Я тут недавно маму напугала, что у неё сломано кран, а не стекло. А когда мужик снял стекло, я поняла, что у неё телефон целый и невредимый. Просто экран, вот эта штука, это чёрного цвета. То есть стекло вот тут у него к ёмке чёрного цвета. Что такое? Из-за этого... Из-за этого я думала, что повреждённый кран, а, оказывается, было повреждено стекло. Вот я маму обрадую. У неё просто проблема. Она постоянно роняет телефон. Она постоянно... Она его один раз уронила в ведро с грязной водой, моющейся. Прищемила его металлической дверью. Я не знаю, как он до сих пор жив у неё. Был. Был жив. Это уже новый телефон. Ему месяц. Я уже думала, она экран сломала. Оказывается, нет. Всё с ним хорошо. Вот, хорошо, что придумали защитные стёкла. Зашла бифри гулять. Что-то мне ничего не нравится. Да, ей ничего не надо. Так что пошла я отсюда. Сейчас поеду смотреть ювелирные кольца. Ну, обручальные, то есть. Посмотрим. Короче, по одежде. Что-то ничего не надо. Мне только пижамку надо. И всё. Смотрите, я решила в подарки взять 4 антисептика и 4 масочки. Кому ещё не придумала. Вот эти помады от Chanel Roche Coco Flash. Вот эти вот. У меня помада Ultimate 68. Это лучший цвет помады. Короче, они ложатся. Я не знаю, ну просто нереально красиво. Они не матовые. Они блестящие. То есть такие свежие. И при этом она красная. Но она ложится. Ну просто, как, я не знаю, супер увлажняюще выглядит. Я купила 4 антисептика и 4 масочки. Что хочу сказать? Ничего не хочу сказать. В июне закрыли все ювелирные магазины. Здесь нет, блин, ювелирки. А я хочу смотреть кольца. Похоже, сейчас поеду в другое место. Не знаю, куда. Вот. Не знаю, как зарядиться на стремя нового года. Ну, наверное, сейчас схожу в ленту и там что-нибудь найду интересное. Я сейчас впервые в ленте, которая не гипермаркет, а как супермаркет. Здесь тоже хороший выбор. Но что-то не то все. Что-то все какое-то барахло. Мне вот барахло не нужно. Хочется вот... Ну, когда мы будем жить в своем доме, у нас будет своя елка. У нас дома просто елку мама унесла в детский садик на Городецкую. И дома у нас нет елки. Мы с ней на днях поедем покупать елку. А значит, гирлянд вроде они все есть. А сейчас я покупаю такие маленькие всем подарочки, чтобы видеть друзей на новом году. И дарить всем подряд что-нибудь радовать. Обычно я на такой случай покупаю маленькие конфеты, типа вот таких вот леденцов. Ну, только не стеклянных. Но можно и, кстати, такое. Тоже неплохо. В принципе, вот просто радовать. Чего тут так много? А, это бык, это не корова. Я-то думаю, что корова? На следующий год год быкам. Вы не представляете, на самом деле, как я уже счастлива, что этот год скоро кончится. Потому что он был самым негативным, наверное, всей нашей жизни. Именно вот, ну, в принципе, заходишь в лентач, и каждый день какой-нибудь теракт, какая-нибудь жопа случается. И это так вот бьет, ну, негативно. Прям ты чувствуешь весь стресс. А вот это вот меня успокаивает. Прям вот хочется какую-то вот дребезженьку пить. Я не знаю, вот, чтобы реально... Просто этот Новый год мы будем именно каждый раз, ну, гулять с друзьями. То есть этот Новый год планируется не как семейный, а как такой, постоянные встречи со всеми. Поэтому вот хочется накупить всего-всего. Я вот в прошлом году здесь в ленте покупала, ну, не в этой ленте, в другой, гирлянду за 50 рублей. И она такая красивая. Смотрите, вот у нее фонарики не... ну, как объяснить? Вот такие. То есть они вот такие. Они не такие. Какие-то они более приземленные, что ли. Ну, короче, свет вот мягкий в них. Я сейчас не знаю, где такую взять. Поищу. Вот, кстати, смотрите. Взяла еще вот такие штучки. И хлопушку. Вот. И еще такие две хлопушки по 30 рублей. Хотела вам показать. Вот этот карбонат, вот его на терочке пожарить в масле и с рисом. Это просто... Я не знаю, должны знать люди об этом. Слушайте, а приправа курица. Я возьму такую. Вот она по скидке, тем более. Я вот эти штуки обожаю. Очень удобные и очень крутые. Блин, приправы. Это вообще особенно с кабачками. Так, хочу пулечке мисочку такую купить. Это мой любимый цвет. Но у нее уже есть красивая. Копьет она из стакана. Короче, кулонных календарей. Подарок. Они дешевые, а очень приятно, мне кажется. Буду поропить. Вот такую коробочку конфет. Милка взяла. Киптики. Ну, в принципе, и все. Это, если что, у меня от помады я намазалась шанелью в летоале. Подняла себе настроение. Появилось немножко новогоднего настроения у меня. Конечно, не супер много, но появилось. Все, я закупилась и решила оформить карту ленты, потому что у меня нету своей карты. И, короче, мне пришло сейчас снова стоять в очереди, чтобы по номеру телефона получить карту. А так я все уже купила. Ура, я получила карту! Я так запарилась, просто жесть. Иду в машину. Естественно, замораживаться, потому что там холодно, а мне жарко. Сейчас забегала в пятерочку, что-то ничего не сняла, потому что я без пакетов, и у меня все в руках. Короче, купила любительский, мой самый любимый фарш. Называется любительский от Мираторга. Он нигде не продается, кроме как в пятерочке. Я не знаю почему. Но он просто самый лучший. Нет фарша, вкуснее, чем любительский от Мираторга. Попробуйте. Я его жарю с морковкой и лучком. Это просто муа! Продавщица такая милая! Я не могу. Она просто у всех покупателей спрашивает, что, как дела, типа, какие-то там скидки в магазине. Ну, там передо мной покупательница до этого в ленту ходила. Она спрашивает, что там, какие скидки, какие чё. Но я, вот, потом женщина говорит, что на Новый год не подарки. Она такая, ой, как хорошо, что вы мне сказали. Я была следующая, она мне рассказала, что ей домой, типа, ну, пойдёт после работы, типа, в ленту, посмотрит, что там. Говорит, зато людей, типа, в 10 мало. Я говорю, ну, типа, да. Она говорит, то ещё домой ехать к океану, а это, типа, ну, в центре города. Это, как бы, ну, считается, как бы, другой район. Ой, я не могу, мне так приятно, когда люди, вот, ну, позитив от себя, короче, как это называется. Ой, что-то выключилось. Транслируют позитив. Ну, вот, такая пятёрочка. Как снять? Ну, там, в общем, здесь, на Октябрьском проспекте. Здесь раньше был Чикаго магазин, теперь здесь пятёрочка. А я поехала домой, вон уже мой дом, через минуту я там буду. Так что, всем спасибо за просмотр. Наверное, я уже не буду снимать распаковку своих подарков, своих покупочек. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока, всем новогоднего настроения! Субтитры подогнал «Симон»!